здравствуйте дорогие зрители с вами охота и рыбалка в якутии и сегодня у нас в гостях иннокентий инокентий это очень известный охотник он очень давно охотится и часто помогает нам как молодому поколению от старшего старшего брата так скажем советами дельными советами и даже своими приспособлениями со скольки лет вы начали охотиться на изюбря некоторые уже в 11 12 15 лет уже добывали я это в 19 20 все равно это 19 20 лет если так посмотреть то я вообще можно сказать что не не начал даже охотиться потому что на изюбря я уже чуть-чуть до 30 пошел я поначалу там конечно стариками волос опытными учителя хорошие были кадровые охотники и вот раньше как охотились вот когда вы начинали тоже с вобилом или это какой-то другой был способ охоты сначала с собаками потом дядя хорошо трубил подзывал и кабаргу и изюбря него берестяные были трубы у меня первая тоже берестяная была потом с кинопленки береста начала крошиться там и сырость когда погода слякать она звук не тот намыкает но я в себя тяну тяжело трудновато потом уже когда минус допустим 5 минус 4 утрянка такая губу замерзнуть начинает фальшивишь молодые были тем не менее добывали потом я но делал деревья из дерева елка лиственница осина хорошо звучит потом я думаю надо с подручного материала вот допустим гофр от уазика это ствол от рукава пожарную да это было тоже когда смотрели первый раз когда увидели это еще отец у вас брал мы ездили тот первый изюбрь добытый нами был именно на вабу на во время гона очень заинтересовал очень простое на первый взгляд такое приспособление вот если его изготовить вот у нас еще есть вот такое вот вабила это алёкминская подарок от алёкминских друзей ну гораздо сложнее наверное изготовление потому что даже вот вытащить этот раструб оно несложно распиливаешь и по спилу уже склеиваешь я делал их моментом нужно хороший нож никакой стамески ничего не потом наждачки прошел внутри полирну чтобы звук хороший был чтоб там никакой шероховатости не было говорю же и деревянные большие делал я видел с резонатора тут расширение звук хороший но ты монотонный и все такой спокойный спокойный когда он допустим там врага чешет конные ямы там землю роют он без мата покойно это этой трубой можно обозначить определить его на кликнется там стоит мы потом уже с крадом брать но тут еще дата тот из минусов резинка больше всего мне вопроса вызывает вот эта резинка это медицинский жгут во-первых сейчас его по моему днем с огнем не сыщешь во вторых она со временем все равно портится и начать рваться можно из красного дерева сделать серебром инкрустировать и все потом положить сервер нужно проще и добыть ну его сломать практически невозможно рюкзак положил еще там у него сел сверху ничего с ними не случилось и и взял вот так вот раз да там пищик туда и все пластиковое все принципе тут ничего такого нету главное пищик хранить в кармане где-то надежном месте и все нужно футлярчик да можно футлярчик такой даже универсальная и кабаргума и косули можно подозвать и издать звук матки допустим изюбришки изюбри и самца подозвать самец не идет если самочкой дону крикнула на изюбр уже сразу реагирует она одна допустим самка ее надо к себе быстро подогнать про изюбриную охоту вот на реву с чего вот например молодому охотнику или начину не обязательно молодому начинающему охотнику на изюбря вообще как определить животное какие вот его действия должны быть познается все ногами ходить надо смотреть где задиры гонная яма есть специальные такие места где они устраивают турниры мы ходим видим вот эти гонные ямы что вот тут изюбрь конкретно стоял там даже он рогами вот землю просто вспахивает там видно следы деревья опять эти все надломанные молодые а его нет а его туда вот он ушел за самками либо если откликается то вообще никак не подходит что вот вот таких вот случаях нужно делать во первых от погоды зависит какая погода вообще самая благоприятная морозное утро он утром где-то ночь кормится где-то с четырех с пяти начинает трубить и солнце повстало он уже днем он перестает днем вообще он даже на лёжках они лежат отдыхают ночью бы изюбр кормится в отличие от сахата это лось там гоняет маток он сам не если не дает кормить я вот допустим много не слышал ребята ночью кто рыбачит там слышал 11 изюбрей пособка и говорит они передвигаются они уходят вот где допустим бои вот турниры устраивает такая низина есть я три-четыре слышу пособка то есть они где-то собираются в каком-то месте и начинают рубил и все равно потом уже они какой-то период они там не месяц не стоят неделю они уходят у каждого территория своей тоже они сюда не запускает чтобы маток то у них не увели и вот он маток защищает и территорию свою ночью допустим а так оставил уходит а так вот например ну он ответил вот стоит если вот он не подходит что вот надо идти на его территорию наоборот играли приближаться границу пересек и он уже тебя тогда я за одним шоу 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 он в распадок увел маток и на встречу выскосил то есть он отвел там своих маток не обратно возвращается и уже там начинает там выяснять отношения да кто это пришел может быть такой да он же их не бросит там на два три километра на час на два отводит их безопасное место до выбираешь впереди себя чистое пространство чтобы он а он на край леса допустим выйдет кустарник это чистая саду резко не пьет стоит смотрит потом вы стрелять надо на чистом месте продал оставляешь допустим стрелка если вот ты убавишься другой не может стрелок напарник нужен ты 1 назад отходишь вот с этого места он сюда обязательно придет назад отходишь метров сто двести там и постараться надо в землю там как будто ты разрушать и он сюда прибежит стрелок стреляет гон у них сентябре да или это все равно зависит если в августе будет холодно в августе будет они нет конечно труд тоже интересно некоторые говорят по гусям по птицам определяет да пусть потянулся с севера и вене начинает уже и зверь начинает двигаться на севере уже снег начинает и потом в октябре снег иногда вот трубят тоже и снег тоже ребята снег выпал допустим и все равно с матками ходит а так маток сколько бывает у одного среднем не знаю даже 3-4 я видел сам речь не больше я не знаю вокруг тоже мат эти боков а матки они всегда с ним как стадом ходит или какой-то период на лето например разбредается не в одиночке по одиночке уже да я практиковал как или 14 сентября были 14 выезжаешь из слушаешь ночью где-то с двух часов три-четыре услышанными корот по ночам то есть лучше сначала приехать послушать не стреляет там топором пилой не работать песни не орать там тихо надо ходить тайги то есть начале приехал надо тихо молча там некоторые пришли на таборе начинает и в стволы дуть и побила начинает пробовать а услышит несколько километров он придет посмотрит опять приехали городские и уйдет далеко-то не уйдет на всего тебе он просто уже реагировать реагировать не будет на эту трубу уже надо его две три трубы менять голос менять а так вот послушал то есть определил есть там вообще зверь нет трубит не трубит на первую и это желательно ночью для слушать быки тоже на ниже по-разному некоторые я слышал там 56 колено чу только не вытворяет такие тонкие высокие ноты берет до которой горта но утром наш волосы дымом становится неприятным близко за 7 метров 40 50 пройдет да ты есть такое такая там неподготовленный человек там может явно испугаться можно а тогда вот мы когда шли он низко начинал а когда самка сделали он просто на такой писк ультразвук перешел вообще вот это крупный бык начинает низко грубо даже хрипотцой потом вышел и воду я как будто вот серис такой тонкий тонкий покажите тогда как примерно вообще должен звучать вот призыв самца как мастер-класс на своего рода вот эти короткие надо быстро делать быстро они так йох-йох-йох-йох пустыг еще они монотонно там уже на позже на адреналине ну конечно это же нужно походить один это случайно 2 3 уже уже опыт вот то что мне нравится здесь тут еще же можно регулировать да и то есть туда с низких начинаешь вот и передвигаюсь вода вообще пока покажите вот многие спрашивают у меня как не что откуда такое выбило как заказать где взять вот как вообще им пользоваться вот американцы допустим вот у них не знаю как я смотрел резинка какая-то но она резинка зажата и как бы вот там где резинка там надо зубами прижимать разные тональности вот в разных местах прижимая вот отсюда допустим прижимая потом передвигаюсь отсюда да наоборот для вот отсюда и к концу двигать зубами в раз сильный не зажимаешь то есть надо закусить немножко зубами да не сильно что просто зафиксировать этот пищик и уже дуть и потихоньку подвигать да и ты и как самка тоже а тут наоборот отсюда туда чуть двигать это косулирую косуля заяц надо попробовать еще не пробовал ни разу а так еще прибежит дайк вот или говорят а пугает этим то что медведь может прибежать вообще то что когда заяц кричит так это что что он в опасности ранен или что-то стены в общем легкая добыча любой хищник может прибежать данная на этот крик тут анализ настраивается как утиный монок практически до функционал такой же можно из дерева делать но для дерева она разбухает дерево очень недолговечно а это вот пластик я тут по моему восьмеркой прошу здесь четверка что да и мне много пошли по нул наждачкой скот сделал клин вот а из язычок вот упаковка ну от торта там подбирать можно есть у меня потолще есть потолще первый раз по моему выдавали чуть потолще бы он погрубее погрубее буду да ну и звук у которого потолще он такой хрипел с хрипотцой был вот это тоненький а этот совсем тоненький он по-другому уже звучит да ну вот я говорю меня к одному привыкли допустим у тебя другого вобила нет еще так может быть то есть если один бык там почувствовал что-то неладное он уже к этому вобила не было такой парень не звонит по телефону вот бык ревет взять не могу я приехал у него тоже с резинкой то есть у него знает ну я со своей дунул он сразу откликнулся а вот это у вас что еще это какие-то эти березовые из бересты это просто береста получается интересно я вот раньше слышал видео как это точнее слышал но не видел никогда просто берут бересту локации складывают из березы содрал бересту скрутил не скрутила вырезал вырезал маленько тот пожевал очень много потоньше сделаю все и понесла ствол взял раз двенадцатого лично подошел аккуратненько пользуйтесь и потом будешь кружку говорят раньше или лампу и слуха нет не слышу никогда даже вот такого мастерства до достичь и ну здесь еще плюс это он же как горло напоминает как горталь напоминает друг от друга немножко эхо дает и какой-то и вот этот вибрации все больше мне кажется в таком не в ровном получает скольжение скольжение да вот когда друг об друга тут отбивается волны звуковые больше похоже натуральный еще надо же когда близко подходят землю лучше да звук приглушить приглушите что вибрации убрать маленько супа силы он уже тоже нотки то знает еще в конце надо как-то у них ломается то есть вот вроде город вот но тоже там маленькость вибрации делаю чуть-чуть откликнется надеется следы говорят о том что был зверь но он не обязательно здесь сегодня будет он может проходным быть он маток ищет допустим нашел одну матку он идет за второй допустим если у меня было и отрубил матки прибегали они за тоже в таком состоянии печном они тоже след дают и к быку бегут сами приходят то есть лучше все равно это такая ходовая охота ну да найти надо где он уже с матками стоит где он их защищает вот он защищает будет маток и прибежит биться с тобой вот тут вот момент а когда он один без маток он тоже отрубит и рано начинает и знать надо преобладающие ветра ну местность изучать нам ногами все ходить ну да еще есть утро если это гористая местность утро или вечер тоже влияет запахи вверх или вниз опускается там тоже конечно много таких детскую просыпку на за раз ветер раньше спичку жгли там зажигалка сейчас нейтрализатор сколько много себя обработал в оружии на 15 на 10 метров а у вас вот минимальная дистанция на сколько подходил 20-30 метров 20-30 метров то есть это вообще в упор можно сказать ну один выскосил я даже не готова с молодняка выбежал вот бояна его подтасивка может быть доверять на веревочке при этом не без этого конечно бояная удача все-таки она такая парт охотничьего немножко как бывает иногда все вроде делаешь правильно ничего нет а бывает что и совсем и все не так и все неправильно все получается сходы результат есть и вот ну и зюборь он такой крепкий же на рану зверя очень очень крепкий после медведя до вось там и тогда и как там все равно они такие более нежные если так можно вы конечно все равно и в гося если плохо не по месту то далеко и долго идет а юбор так он вообще из и он заживляется у него рано хорошо да затягивается зажиром мы собаками ходим одна собака на поводке а собака не пугает вот когда рядом стоит или и надо отдельно где-то привязывать учишь чтобы накапливаешь короткие везде чтобы она не лаяла не визжал первое заповедь иди против ветра когда ветер спину счет и добудет всегда пустой бы сходить зверь будет уходить и венки как охотились на собаку на поводке никогда не отпускали края пускали и вот против ветра идешь она тебе доведет до и зверя а наоборот смысле они собаку просто на поводке но шли за собакой потихоньку на поводке идешь он начинает хрипеть тянуть уже дружи приготовил нужен метров 40 50 60 я несколько раз так приводил прямо следы есть под ветер заходишь распадок был сверху смотрю кабель тянет визу бурсты мордотами собака тянет то есть научены если собака хорошая можно и так просто можно если собака хорошая только проверенная все-таки он такой охотно при скулила там не визжала запах важно что послушание на первом месте собаки останавливает вообще или только на стоях вот он может остановиться на скалу на скалу несколько случаев было одна собака останавливать как лося вместе но небольшая собака должно быть без таких нападок не агрессивно смогу из мягкой да то есть он все равно остается не драться не нужно не убегает вот а дальше что значит если первый день послушали кто-то где-то трубит значит есть на следующий день со скольки примерно лучше вот начинать по морозу на морозу с утра надо пораньше ну часов 45 как с рассветом примерно в это время не ушка видно уже в это время где-то часов пять уже светает поэтому в четыре если выйдете в пять уже там где-то отойдете на приличное расстояние от вашего лагеря уже можно трубить да еще есть мнение этот я от одного слышал чего вы там трубы всякие он я ствол донул как он отозвался будет очень просто это вообще чего не обмануть его ну ты добыл его нет захотел бы конечно добыл и все ты добыть под мане конечно он реагирует на любой звук один раз друг едет на москвичи и там ямка он тормознул колодки завязали тормозные и выскочил метров 200 наверно прямо на дорогу бы но он реагирует на звуки конечно он увидел обратно ушел на такую через речку я сам переходил ночью по бревну кабель не может куда прыгнуть и заскулил потом раз перепрыгнул переплыл ушел все на табор ушли мы и вот где мы переходили бык подошел и всю ночь спать не дала реагирует лично на звуки интерес спортивный насколько я могу его близко подозвать мастерство свое проверяется это не только дикой там охоту застрелил его и все там на 200-300 метров и довольный такой добыть и интерес то кого перехитрить учись у него у зверя ну да охота такая увлекательная спортивная очень спортивная и потом и после выстрела то есть даже удачно все свершилось нужно еще и мясо вынести сохранить сохранить домой домой довезти его это тоже такая задача не всегда простая бывает ну спасибо инакентий что еще раз поделились опытом своим всегда пожалуйста вот у нас был в гостях широко известный узких кругах охотник на изюбрей инакентий луки он рассказал о своих секретах охоты на изюбря о том что нужно делать что вообще нельзя делать пользуйтесь этими советами опытного охотника не сидите дома езжайте в лес тайгу и пробуйте это действительно очень интересная охота увлекательная думаю она затянет любого охотника а мы прощаемся с вами до свидания до новых встреч